Фестивали и концерты для детей с особенностями развития для наших учебных заведений, к сожалению, большая редкость. Ведь обычно в подобного рода праздниках детских садов и школ принимают участие самые сильные номера и лучшие коллективы. А особенным ребятишкам сложно конкурировать на сцене со здоровыми сверстниками. Ну и поскольку для ребят с ограниченными возможностями кружков мало, а индивидуальные уроки для обычной семьи зачастую чересчур дороги, то участие в любом фестивале для таких мальчиков и девочек большая радость. Ведь дети есть дети. И даже если у них есть проблемы и слова песен нелегко запоминаются, им так же, как и их сверстникам, хочется праздника и выступлений. И даже если в танце ребятишки кружатся не самостоятельно, а в инвалидных креслах с помощью воспитателей, самое главное тут желание делать это. И, конечно же, улыбки гостей мероприятием. Отсюда и родилась у работников детского сада Линда Киви идея создания фестиваля «Радуга», который помогает с особым мальчикам и девочкам делать первые шаги на сцене. «Дети, особые дети, которые посещают специализированные группы детских садов, также школьники, которые посещают специализированные классы, участвуют в этом фестивале, показывают свое творчество, выступают на сцене и набираются опыта публичных выступлений». Несмотря на то, что воспитатели и учителя особенных ребят остаются, что называется, борцами невидимого фронта, чья роль зачастую не видна, они, несомненно, заслуживают большой благодарности за ту самоотдачу и энтузиазм, который творят с такими детьми настоящие чудеса. Об этом сегодня напомнила актриса русского театра Лариса Саванкова, которая пригласила поддержать семьи, воспитывающие ребят с особенностями развития, посетив в русском театре благотворительный концерт. Там вместе с настоящими артистами выступят и молодые таланты из школы детских садов с особенными группами. «Всем тем замечательным женщинам, которые организовали этот прекрасный фестиваль «Радуга», низкий поклон и огромное спасибо. И мы вас приглашаем на наш благотворительный концерт «Мама жизнь подарила-2017», который в этом году состоится 14 мая в 16 часов в зале русского театра. Приходите». Благотворительным концертом, средства которого пойдут на развитие творческих способностей и особых детей, организаторы хотят привлечь внимание общественности на существование проблемы у этих ребят и их родителей, рассказав также о самоотверженных и талантливых педагогах, которые, несмотря ни на что, продолжают творить чудеса. Первый Балтийский канал, как инфопартнер этого мероприятия, присоединяется к приглашению и ждет вас 14 мая в 16.00 в Русском театре на благотворительном концерте «Мама жизнь подарила».